20-я международная конференция преображенского братства на тему старшинства и иерархичность в церкви и обществе открылась 29 сентября в российской государственной библиотеке. Открывая первое заседание, профессор священник Георгий Кочетков сказал, что тема старшинства и иерархичности имеет отношение к множеству сторон жизни, потому что подобные категории присущи как природе вообще, так и обществу и жизни каждого человека, и важно видеть различия между старшинством и иерархичностью, о чем в современном социуме зачастую забывают. Первый доклад о порядках бытия и духе жизнеустройства был представлен профессором Свято-Филаретского института Давидом Иксгзианом. Бытие есть упорядоченность. На первый взгляд именно это свойство сообщает бытию безусловную ценность, в том числе ценность эстетическую. Поместив категорию порядка в контекст исторических, культурных и онтологических представлений человека, докладчик показал, что понятие иерархичности было воспринято средневековыми христианскими мыслителями из неоплатонизма и постепенно воплотилось в устройстве церкви и общества в целом. Путь выхода из замертвения иерархичности отношений, по словам докладчика, указан нам в Евангелии. Крест и Воскресения универсальны в том, что открывают собой новую реальность жизни, новое качество порядка и иерархию даров. Все это становится реальным при полноценном участии христианина в жизни церкви. В следующем докладе две природы власти клирик Псковской епархии Партерии Павел Дельгейм выделил библейскую власть старшинства и небиблейскую начальство. Если пример первый мы видим в образе отца, стоящего во главе рода, чья власть выражается в любви и заботе, то во втором случае мы имеем дело со строгой вертикалью власти, которая вошла в церковь по историческим причинам. Иную природу имеет власть Христа. Евангелие, напомнил, отец Павел запрещает обладать человеком, использовать его для своих целей. Содержание власти, которую предложил Сын Божий – служение, в противовес обладанию человеком. В докладе «Иерархия в природе вещей» поэт Ольга Седокова рассуждала о врожденной интуитивной способности человека воспринимать иерархичность бытия. Иерархичность по мысли докладчика изначально присуща человеку так же, как и чувство нравственности. Ольга Александровна упомянула о том, что в современной культуре для человека нет более неприятного представления, чем иерархия, порядок, отцовство, старшинство. Современный человек хочет считать главным героем только себя. Почему так я назвала свое выступление «Нравственность и иерархичность в природе вещей»? Я имела в виду известный эпиграф Пушкина к Евгению Онегину «Нравственность в природе вещей». Самая эта мысль гораздо серьезнее, чем этот, в общем, отчасти шутливый эпитет. Пушкин возвращается к ней много раз, в разных вариациях. Он действительно думает так, что нравственность в природе вещей и в природе человека. А тот, кто этого не знает, как он многократно замечает в письмах, в записках, это просто мелкодумный человек. Далее на конференции были представлены доклады, соотносившие христианский и нехристианский опыт старшинства и иерархичности. Ведущий научный сотрудник Института восточных культур РГГУ Алексей Журавский рассказал об опыте формирования духовной мусульманской элиты – улемов, включающих в себя знатоков закона, судей, имамов, мул, шейхов, учителей. Мусульманские улемы именовались духовенством, а османских халиф сравнился с иерусалимским папой. Начальник иврита, говорящих из славянских приходов Иерусалимского патриархата, настоятель Свято-Николаевского храма в Иерусалиме, протеерей Александр Виноградский, рассказал о том, что коин – священнослужитель, в переводе с еврейского – это направление, движение, поэтому священник не просто тот, кто стоит пред Богом, но тот, кто движется, уподобляясь в этом Творцу, о котором никогда нельзя сказать, что он стоит на месте. Нужда в иерархичности, структуре, порядке возникает тогда, когда человек не может долго находиться перед Богом лицом к лицу. Руководитель отдела качественных исследований Левада-центра Алексей Левинсон показал, опираясь на социологические исследования, что статусность отношений пронизывает все общество целиком, что мешает развиваться корпоративным отношениям и, как следствие, созиданию гражданского общества. День завершился тематическими семинарами малых братств Преображенского Содружества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова